В подписанном премьером Владимиром Путиным перечне специальностей начального и среднего профессионального образования необходимых для модернизации в основном профессии технические, например, машинист котлов и паровых турбин, сборщик трансформаторов, программист. Представители этих профессий могут, начиная с будущего года, претендовать на президентские от 7 до 14 тысяч рублей в месяц и правительственные от 2 до 4 тысяч стипендии. В принципе полезным шагом считает список профессий и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. На самом деле при всей критике и правильной данного списка необходимо отметить самое главное. Это то, что все-таки подчеркнуто взят курс на возвращение статуса инженера вообще в нашу экономику. Ведь на самом деле весь тот развал, который произошел в 90-х годах, он преимущественно определялся тем, что на место профессионалов и инженеров в всех крупнейших отраслях пришли менеджеры или менагеры, как их называют в народе. То есть те, кто умеет считать и фиксировать финансовые потоки, но абсолютно ничего не понимает в существе производства и, соответственно, инженерного дела. Поэтому восстановление престижа инженерных профессий, научно-технических специальностей это ключевое дело страны, тем более в рамках заявленной Путиным индустриализации. Другое дело, что это все делается понемногу. Это опять с упором на прежде всего рабочие профессии. И это не будет работать в ситуации, когда у нас разваляпром очень плохо с космической промышленностью, очень плохо с другими машиностроительными отраслями промышленности. В этой ситуации, если мы их не будем восстанавливать, то любые меры по стимулированию рабочих профессий, специальностей инженерных, они, в общем, окажутся бесполезными.